Друзья, чтобы понимать происходящую ситуацию, мы вернемся к прошлогоднему ролику на этом канале, где я поведал историю бывшего гаишника о том, насколько лакомен этот комбайн. Ссылка на этот ролик в описании. Но для начала сошлемся на КААП. Дело в том, что существует такая статья 12.21.1. Это нарушение правил движения крупногабаритного транспортного средства. Так же ж, как и перегруз, крупногабарит вносит в себя санкции до полумиллиона рублей. А это, сами понимаете, очень прибыльный бизнес для коррупционеров. Как нам поведал бывший гаишник, раньше комбайны, нарушающие правила перевозки, взяточники пропускали нелегально за 30 тысяч рублей каждый. Сейчас, в текущее время, обстановка с крупногабаритами изменилась. Как нам сообщают действующие сотрудники, они не вмешиваются в ситуацию, оставляя право на решение непосредственно начальнику ГИБДД. В результате у нас складывается два вывода. Либо наш начальник ГАИ стал кристально чистым, задерживая комбайны до трех суток, законно оформляя и обеспечивая законную эвакуацию. Либо запретил рядовым гаишникам шкурить их без собственного контроля. Ну а саму схему, я надеюсь, вы понимаете сами, зачем это делается. В общем, выводы делать только вам. Поэтому нам с Саней Новокубанск не менее интересна эта история с комбайнами. Смотрим. Лукьяненко мой друг. Мой близкий друг. Три комбайна стоят? Ребята, вон там сейчас пару комбайнов проехало, да? Ну мы же едем вроде, думаем, ну что тут такое. И вот эти три комбайна стоят. А как так? Те комбайны проехали, а эти стоят. Что-то непонятно. Одним можно, другим нельзя. Да. Какая-то странная ситуация. Вот мне интересно, что тут происходит с этими комбайнами. Почему половина комбайнов пропустили, половина стоят? И что здесь делают гаишники? Вот он еще один высовывается. Одновременно. Это, ребята, негабаритный груз. До трехсот тысяч рублей штрафа. Этот? Чудно непонятно. Друзья, обратите внимание. Деревья должны открывать. Городитель сзади, наверное, на патрульку поставить, нет? Ты уже сзади патрульку надо поставить? Да, да. Я вам говорю, там еще пять штук проехало, а он мне горчат с этими. Как будто, знаешь, он сейчас загрузит и все. Как вы четко попали, нет? Ага. А была предыдущая, жалко, что предыдущую не засняли. В непрерывном режиме. А, что, у нас на регистраторе есть. А, ну да. На регистраторе записано. Вот. Ну, как сзади, девчонка, правильно? А, да. А остальных сколько проехал? Да, правда. Вот эта сейчас бочка вырулила. Да, за девчонку. Хорошо, поехали. Да не, я вижу. А что с ними теперь делать? Так они дальше не могут продолжать. Здесь погрузка. Можно вот один вопрос? Вот я не пойму, как так получилось? Три комбайна состоит. Что с ними? Будете оформлять? А вы с какой цель интересуете? А? Вы с какой цель интересуете? Для чего? Естественно. Поехали, все нагоним. Дело, что законно предусмотрено, мы будем делать. Понятно. Вот я про это и хочу вам сказать. А все видели комбайны? Да нет, вот эти три. Смотрите, как получается. Три комбайна проехали. Что с ними? Почему вы их не оформляете? Не видели. Не видели? Да не вот, буквально в километре от вас. Мы отсюда ехали. Три комбайна. И вы только что остановились? Да, мы поставили все. Вот так вот. Последние три комбайна. Вот так вот, ребята. Они не увидели те три комбайна, которые буквально вон в километре от нас проезжали. Они их не увидели. Случайно тут быстренько прям перед нами остановились. И остановили вот эти три комбайна. Это как получается? И они и хотят вот эти три комбайна оформить, да? А те три комбайна поехали дальше. Что-то тут, ребята, не вяжется. Напишите свое мнение. Вот как вы считаете, вяжется тут что-то или нет? В общем, ребят, я предлагаю обменяться мнениями. Да, я выскажу свое мнение, а вы выскажите свое мнение. Итак, у нас, смотрите, какая несрастающаяся ситуация. Три комбайна проехали. Три комбайна стоят. Лично я считаю, мое мнение такое, что три комбайна проплаченных проехали. А этих трех комбайнов остановили просто тупо из-за того, что они еще не проплатили свой проезд. А где, короче, лаваш выложили, походу, да? Вот, скорее всего, так, да. Но это всего лишь на все мнение. А как вы считаете, очень интересно услышать ваше мнение. Вроде как сами видите, да, какая несрастуха получается. Вот после того, когда Александр ему подсказал переставить автомобиль впереди комбайнов и включить маячки, да? Да, не поставить. Ну, да. Вот изначально, да, вот как бы трудно до этого, тяжело додуматься, да? Самостоятельно это сделать. Надо указывать. Да, надо делать это без поставки. У нас Лукьяненко как бы не догадывается об этом. Это называется обеспечить безопасность дорожного движения, да? Смотри, как поворачить. Их будет справа, поворач налево. Ой, блин, ребята, я даже не представляю. Вот как вот трудно все это объяснить, да, вот на что гаишники вообще нужны. Для чего они нужны? Вот вместо того, чтобы подумать в первую очередь об обеспечении безопасности дорожного движения, они думают о том, как их нахлобучить сначала. И ставят машину как попало, даже не задумываясь об этом. Но это просто, я не знаю. Вот у нас просто в России, да, в нашей любимой стране, гаишники, но по-другому думать просто-напросто не могут. Ну вот, ребята, начали фишки расставлять, да? Да. В общем, начали фишки они расставлять. Додумались такие. Дошло до них. Блин, ну я не знаю. Вот почему вот такие вот простые, элементарные вещи нужно постоянно вдалбливать в голову. Ну неужели своих мозгов недостаточно сделать все по согласной инструкции? Блин, я не знаю, у меня просто слов нет. Блин, я не знаю.